Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы взглянем сейчас с вами на 13 главу книги пророка Захарии. Начинается 13 глава очень важными, удивительными словами. В тот день откроется источник дома Давидова и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И, скорее всего, эти слова являются некоторым продолжением предыдущей главы. Так или иначе, речь идет о дне посещения, тот день, когда каким-то удивительным образом Бог посещает свой народ. Ну а это, как об этом свидетельствует 2 Захария, нетриумфальное посещение. Это царь, грядущий на ослице. Это пастырь, которого отвергают, с которым расторгают договор и платят ему неустойку в виде 30 серебряников. Это тот, кого убивают в конечном итоге в Иерусалиме. И тот источник для омытия греха и нечистоты, который открывается до Мудавида, это слезы. Будут смотреть на того, которого пронзили, и рыдать о нем, как о единородном сыне. Ну, помимо прочего, надо обратить внимание, я думаю, на то, что мы много думаем, а что же там омоет нас от греха и нечистоты. Самые разные ответы даем на этот вопрос. По большей части половинчатые. Сам же Господь говорит, вот источник для омытия греха и нечистоты, скорбь о том, кого пронзили. Скорбь о Христе, который страдает и умирает на кресте, и страдает и умирает в людях по сей день и до конца времен. Во всех тех людях, которые умирают, которых убивают, которые подвергаются насилию, вот страдающий в них Христос для нас может стать источником очищения. Если мы что-то изменяем, если мы плачем от жалости, способны сострадать и действовать, исходя из этого сострадания. И Господь говорит о том, что Он истребит идолов с этой земли, и устыдятся прорицатели, и все те, кто, собственно, был, ну, если так можно сказать, участником вот этого страдания, пастыря доброго, источником этого страдания, кто так или иначе прикладывает, так сказать, к этому руку. Здесь довольно, на самом деле, невнятный текст со 2 по 6 стихи, не очень понятно, что он означает, и меняется толкание в зависимости от того, кому применить лицо этого текста. Но, вероятно, для читателя здесь было важно, что Бог обещает в тот день, день посещения, вот все эти языческие соблазны, все это исчезнет. И следующий раздел главы, с 7 стиха, Господь говорит, вероятно, все о том же поражении пастыря, которое совершается самим народом, о том поражении пастыря, когда его продают за 30 серебряников, когда его пронзают, и раны его становятся источником слез и скорби. Вот порази пастыря, и рассеются овцы, я обращу руку мою на малых. Вот такой риторический, поэтический призыв к мечу, вот так будет меч, паразит пастыря, и овцы рассеются. Снова, после, казалось бы, плена, возвращения из плена, возобновления завета, после всего этого снова люди добровольно отвергают и убивают пастыря. Потому что, чтобы было по-другому, должно измениться сердце. А сердце изменяется только, когда мы плачем у подножия креста. И еще одна важная деталь в конце 13 главы. На всей земле, говорит Господь, две части будут истреблены, вымрут, а третья останется. Эту третью часть там, очищу, как золото, они будут призывать имя мое. Речь об том остатке Израиля, ради которого щитит Господь Иерусалим, о том остатке народа Божьего, который выживет, спасется и сможет последовать за Христом, чье сердце очистится скорбью у подножия креста. И это будет треть. Фарисеи во времена Господа нашего Иисуса Христа думали, что как раз остаток народа это примерно треть народа Божьего. И они трудились и старались, чтобы хотя бы треть начали исполнять закон и верили в то, что тогда, когда наберется треть народа, тогда придет спаситель мира. были в этом смысле гораздо щедрее христиан, надо сказать, потому что, видите, фарисеи вслед за второзахарией говорят о третьей, а христиане говорят, что 144 тысячи и хватит. 144 тысячи первый уже лижет сковородку. Ну, это смешно, конечно, но на самом деле вот такие количественные представления, в принципе, достаточно странные, но укоренятся, тем не менее, в некоторых пророческих оговорках. Что же это за треть, которая очищается, как золото? Они будут призывать имя мое, и я услышу их. В конечном итоге они плачут у креста и призывают имя Божье. Вот что такое спасающийся остаток.